Приветствую вас. Я думаю, что основная проблема заключается в том, что вы не ограничиваете себя от отца. То есть есть папа ваш, который ведет себя определенным образом и у которого на то есть причины, которые с вами лично никак скорее всего не связаны. Есть вы, которые принимают то, что говорит ваш ответ на свой счет. Да, то есть есть вы, которые сомневаются в себе, есть вы, которые не уверены в себе, если вы, которые не имеют четкого такого представления, если угодно, о себе. И больно вам, наверное, именно поэтому. Наверное, именно поэтому. Наверное, именно потому, что вы воспринимаете на свой счет то, что говорится и не отграничиваете себя, да, от него. Такая вот история. Такой момент. И здесь сказывается, именно сказывается, несформированность вашего отношения к самой себе, несформированность того, как вы видите себя, того, как вы воспринимаете себя, того, как вы относитесь к себе. А также здесь есть, на мой взгляд, чувство вины. Чувство вины перед родителями. Сомнения в том, насколько действительно вы ничего им не должны. За то, за то, что они для вас делают. За то, что они вот, ну, за то, что они хотят для вас. Вот. Вот. И вот эти моменты все, они нуждаются в корректировке. Эти моменты все нуждаются в корректировании. Сформировать отношения ваше к самой себе. Отделить. Отделить поведение и действие отношения своего отца к вам от своего собственного поведения, действия и отношения к нему. Посмотреть, как поведение, ну, поведение, действие отношения отца к вам меняет, видоизменяет ваше представление собственное о самой себе. Вот это, на мой взгляд, очень важная история, очень важный момент. И если вы это сделаете, а также, а также, если увидите, что впереди, вот, в вашей жизни есть некая цель, впереди в вашей жизни есть некая задача, впереди в вашей жизни есть то, что вам интересует. Интересно, впереди в вашей жизни есть то, ради чего вот это все стоит пройти, то вам будет легче. Да вот вы учите, ну, например, например, вы учите. Вот насколько вам интересно, допустим, насколько вам именно интересно учиться. Насколько вам интересно осваивать ту профессию, в которой у вас есть. Насколько она вас привлекает. Например, отражает ли она то, что вы хотите. То есть, отражает ли она то, что вам нужно. Дает ли она вам то, что вы хотите. Раскрывает ли она вас. Раскрывает ли она, стоит ли она того, что, чтобы из-за нее проходить через все это. Вот. То есть, глобально это работа с личными границами, работа по формированию отношения к себе, работа по формированию ваших будущих целей и работа по гармонизации отношений с родителями. То есть, здесь на самом деле, вот что касается родителей, здесь на самом деле два варианта. Первое, это то, что они, в том числе и пап, такой формой пытаются вам, ну, как-то вот, донести свое видение вашего будущего. Своё видение того, как должно вообще выстраиваться ваше будущее. Это с одной стороны. И, с другой стороны, они могут вообще не интересоваться в целом вами, вот вообще. Вы вообще можете быть не интересны им, как их точно. И они могут просто реализовываться за вашим, вот. Использовать вас в той или иной степени, тогда, в тех или иных целях. И тонкость вся в том, что и в том, и в другом случае вы ни при чём. Но в первом случае вы можете что-то взять для себя. В первом случае вы можете что-то для себя извлечь. Потому что родители хотят это, к примеру, ну, чисто для вас, допустим, столько. А во втором случае вам просто нужно решить, а хочу ли я этого. Да. В случае, если вам интересна та профессия, которой вы обучаете, то да, можно потерпеть. Особенно, если вы не можете самостоятельно обеспечить себя. Например. Да? Вот. Такая история. В случае, если вам профессия не интересна и не нужна, то, ну, вполне вероятно в таком случае, что возникает вопрос, а зачем тогда? Терпеть. Все то, что вы терпите. Ради чего? Чтобы что? Да, да. А вот, в принципе, то, что я мог бы, вам сказать, что-то я мог бы вам дать, что-то я мог бы формулировать вам опять. Вот. Соответственно. Такой может быть вам ответ на вопрос. Я думаю, что в этом направлении вам можно двигаться. вот. Такая вот история. Такой. Таким может быть мой ответ вам. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен. Если понравился, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Так. 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 Добрый день. !